Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы находитесь на моем YouTube-канале технологии производства электроники и в этом видео я с вами хочу поделиться секретами монтажа, производства, пайки электронных устройств при помощи водосмывных флюсов. То есть в этом видео я с вами хочу поделиться всеми этапами, которые проходит печатная плата и что с ней происходит и как на этом производстве можно сэкономить при помощи водосмывных флюсов. Поехали! Первым этапом идет поверхностный монтаж. На этом этапе применяется исключительно ноу-клин паяльная паста, то есть безотмывочные паяльные пасты. Почему именно они, да, спросите вы, почему обязательно нужно применять несмывные паяльные пасты? Здесь очень простой ответ на этот вопрос, потому что бывают огромные компоненты, да, микросхемы, плесины, багажки, под которыми очень сложно вымывать вообще что-либо. Не важно каким флюсом вы будете паять, вымывать его из-под огромных микросхем, из-под больших компонентов, где очень много, сотни ножек, очень трудно. Какую бы технологию отмывки вы не применяли, из-под бага микросхем очень сложно вымывать флюсы. И поэтому необходимо исходить из той парадигмы, что чем бы вы не отмывали и как бы вы не отмывали, под микросхемой что-то останется. И вы на это повлиять никак не можете. И эти остатки не должны никак повредить печатное платье, повредить маски, повредить компоненту, повредить припою. Флюс должен быть абсолютно пассивным ко всему, к чему он касается. И поэтому весь поверхностный монтаж современный он паяется исключительно ноу-клин паяльными пастами. Я хочу пояснить, что на производстве, пока плата едет, у нее есть дополнительные участки, где она останавливается. Для контроля, для измерений, для тестирования каких-то. И я эти этапы сейчас упоминать не буду. Я беру только большие участки, которые проходят в принципе любая печатная плата. Первый этап мы с вами разобрали, поверхностный монтаж. Он паяется ноу-клин паяльными пастами. И далее печатная плата приходит на участок дип-монтажа. Это у нас второй уже участок, на большой участок. И на этом участке происходит дип-монтаж. То есть пайка больших компонентов, большие электролиты, конденсаторы, большие резисторы, разъемы, провода. Но с проводами я, кстати, сейчас отдельно хочу сказать, что провода ни в коем случае нежелательно мыть, потому что вода попавшая. Или какой-то химический реагент, жидкость, которая отмывает с плата, попав под провод, под изоляцию. Ее оттуда достаточно сложно высушить. То есть она там остается и благодаря этому когда-нибудь, возможно, провод зазеленеет и начнет корродировать. Поэтому провода всегда паяете в самом конце. Потом динамики паяете в самом конце, дисплеи паяете в самом конце. То есть вообще выносите их на периферию. Когда вся плата собрана, допаиваете на нее отдельные дисплеи, динамики, провода. И обязательно ноу-клин-флюсами, ноу-клин-припоями, чтобы любой остаток, который попадет куда-либо, он был безвредным. Потому что потом, когда вы основные этапы отмывки уже прошли, никто не хочет там домывать. Ну, редко кто домывает эти вот пайки мелкие, поэтому лучше паять, допаивать ноу-клин-припоями. Это он даже если там останется, если вам будет лень отмывать, то ничего страшного не будет. Да, эстетически будет вид не очень хороший, но тем не менее. Но вы можете его отмыть. Итак, на втором участке у нас дип-монтаж. Именно на дип-монтаже уже можно паять вода с мылными флюсами. Вода с мылной флюс, его можно отмыть простой водой. Не реагентами какими-то там очень дорогими, а простая вода. Ну, как простая, она не из-под крана вода. И давайте об этом подробнее поговорим. Что вода обязательно должна быть дистиллированная. То есть в ней не должно содержаться никаких вообще солей. То есть она должна быть просто дистиллят. Благодаря этому вы не получите на потомной поверхности вашей печатной платы между выводами следы белого или серого налета. Это и есть выпады вот этой соли. И именно поэтому необходимо применять дистиллированную воду. Дистиллят можно получить либо в дистилляторе, либо можно купить. Либо можно купить отдельные там стоят такие колонны, да, подготовки воды. И только потом уже эту воду можно использовать в процессе отмывки ваших печатных плат. Итак, мы припаяли на втором участке демонтажа все компоненты водосмывными флюсами, водосмывными припоями. Кстати, они тоже такие есть. И опять хочу вам уточнение сделать, что водосмывные припои, я попытался найти на Алиэкспрессе такие припои, чтобы в них был водосмывной флюс. Я ничего не нашел. Думаю, что такое? Ну не может быть, вроде китайцы, у вас же все есть, ребята. Нету. Я и waterclean искал, и водосмывные искал. То есть я все вот эти комбинации перепробовал. Мне поиск на Алиэкспрессе не выдал ни одного результата. Я говорю, что? Как так? То есть мало того, что китайцев вообще в принципе нет подписи о том, какой флюс там используется, а водосмывных там вообще говорить нечего. То есть водосмывные припои и водосмывные флюсы нужно покупать только получается у дилеров. Я не призываю их покупать у дилеров, но у нас вариантов других нет. Но цена, я вам скажу, она не такая уж и кусача. То есть если выбирать ну клин припой и водосмывной припой, то цена там в принципе одна и та же за полкилограмма припоя. То же самое касается и жидких флюсов. Понимаете? То есть мы озаботились покупкой припоев. Да, у нас есть припой, у нас есть флюс. Мы паяем этим всем большие компоненты на участке дипмонтажа. И потом они отправляются на третий этап, уже отмывка. Что происходит у нас на этапе отмывки? Здесь очень все достаточно интересно. Что у нас имеется на участке отмывки? Это самый дешевый способ, который я вам сейчас могу рассказать. Существует очень большое количество различных вариантов отмывки печатных плат. И этот способ самый дешевый. Вот прям ультра дешевый способ, который можно вообще в принципе придумать. Что у нас есть? Первая у нас отмывочная ванна, где происходит непосредственно сам процесс отмывки. Можно даже не ультразвуковую. Вообще ультразвук вреден для электроники. Я продолжаю об этом говорить и настаивать, что ультразвук вреден. Нам достаточно одного барботажа. То есть можно сделать трубку по дну ванны и подключить к ней компрессор. Небольшой, просто раза в четыре интенсивнее подавать воздух, чем в том же аквариуме. Это все барботаж начнет составить циркулировать жидкость, воду в нашей ванне. Она начнет двигаться. Это самая ключевая вещь, которая нам в принципе и нужна, чтобы вода в ванной двигалась. Итак, дистиллированная вода в первой отмывочной ванне у нас начинает двигаться. И наши платы, которые там находятся, начинают полоскаться по сути. Просто водой омываться, там нет никакого реагента, это просто дистиллированная вода. И все наши припои, все наши остатки, которые мы паяли на участке дип-монтажа, водосмывные, они начинают по сути отмываться. Но помните то, что у нас на первом участке весь поверхственный монтаж мелких компонентов он паялся ноу-клин паяльной пастой, и она водой не отмоется. То есть все остатки от ноу-клин флюсов, они там будут. Понимаете? То есть они останутся там в кристаллизованном, как правило, виде. То есть все мелкие компоненты останутся под своим флюсом, который остался от пайки, собственно, на поверхностном монтаже. Итак, что у нас с водой происходит в первой ванне? Она у нас, во-первых, подогревается до 50 градусов. Обязательное требование. Я вам говорю, что это нужно делать. 50 градусов. И время отмывки 10-15 минут. Больше не надо, больше, в принципе, не требуется. Дальше, после этого мы вытаскиваем корзину с платами из ванны. Дайте время хотя бы минуты, чтобы вода туда стекла обратно. Не надо прям вот эту всю сырую сборку перекладывать сразу во вторую. Дайте воде стечь. Через какое-то время, через минуту, вы эту корзину перекладываете во вторую ванну, где абсолютно все те же самые условия. Вот один в один. Только эту ванну мы назовем ванну для полоскания. Там происходит тот же самый абсолютно процесс. 50 градусов температура воды, барботаж. Никакого ультразвука не нужно. Я вам гарантирую, что никакого ультразвука вам не потребуется, если вы будете делать по технологии, о которых я вам рассказываю. Ультразвук не нужен. И то же самое, 10 минут вытаскиваете платы и даете им просто воде стечь обратно в ванную, чтобы нигде у нас не лилась вода лишняя. Далее одеваем перчатки. И платы можно просушить, потому что у нас нет специализированных каких-то устройств. Мы берем пистолет, который, кстати, можно подключить к ионизатору. Есть ионизаторы, проходящий воздух, через которые ионизируются. И вот этим воздухом полезнее продувать печатные платы после мойки. То есть разъемы продувать, все вот эти вещи, чтобы вода там не оставалась. То есть относительно продули. И дальше у нас вся эта сборка идет, после продувки идет, на четвертый этап, это сушильный шкаф. Все просто. Везде, где есть простая дистиллированная вода, она испаряется из разъемов, из различных переходных отверстий. Везде, где была влага на наших печатных платах, она испаряется. Время примерно 20 минут. Ну, может быть, больше, может быть, меньше. Но смотрите сами, в зависимости от толщины, от размеров компонентов. Чем больше платы, тем больше нужно времени. То есть пока прогреется, пока начнет все это интенсивно испаряться. Камера сушильная, она подразумевает вентиляцию внутри себя. То есть воздух в ней не гоняется по контуру, он выдувается. В этом ее, как бы, суть, чтобы не гонять одну и ту же влагу внутри одного пространства, скажем так. Вот. И температура сушильная 65-75 градусов. Можете, ну, 75 можете поставить, да, смело. И 20 минут времени. После этого, когда вы вытащите из сушильного шкафа свои платы, у вас дип-монтаж, весь вот большой крупный монтаж, он будет чистый. То есть вся пайка, весь флюс, который водосмывной, его не будет. То есть у вас будет гладкая, ровненькая пайка. Но тот флюс, который остался от NoClean паяльной пасты, от всего SMD монтажа, он там и останется, он не отмывается. В принципе, его там и не видно, потому что там микроскопические, как бы, дозы. Часть там испарилась в печке, часть она прилипла к компоненту и к плате. То есть там стала ровным слоем и расползлась. И чаще всего трещинки флюса от паяльной пасты можно увидеть под микроскопом. Когда вы рассматриваете мелкий SMD компонент, вы увидите на нем такие типа сеточки. Это и есть вот эта поверхностная пленочка, которая просто треснула. Она абсолютно ни на что не влияет. Но хочу вам кое-что еще сказать. Если в дальнейшем вы планируете печатную плату покрывать влагозащитными какими-то средствами, лаками или герметиками, то в идеале нужно отмывать плату уже в реагенте, чтобы и на SMD компонентах, на всех мелких компонентах не оставалось ничего. То есть чтобы адгезия между лаком и печатной платой была прям идеальная и очень крепкая. То есть если вы хотите плату сделать очень стойкой и к агрессивной среде, то необходимо, соответственно, ее и подготавливать уже по-другому немножечко. То есть там уже применяется технология, которая по-другому совершенно заставляет нас собирать печатную плату. Там уже другие будут материалы использоваться. Вот. И, в общем, мы прошли уже первый участок, да, SMD-монтаж с ноу-клим-флюсом. Второй участок у нас получается дип-монтаж с водосмывным флюсом. На третьем участке у нас отмывка водосмывного флюса. И получается у нас плата уже выходит, по сути, готовая. Нам остается допаять провода, различные динамики, дисплей и все те компоненты, которые боятся воды. Кстати, бывают компоненты, вот, различные релюхи, которые появятся на печатную плату, трансформаторы, которые тоже появятся на печатную плату. И по, ну, может быть, по незнанию, что многие их окунают, многие их помещают в процесс спайки на второй участок, на дип-монтаж. И потом все это моется, как бы, вместе со всей платой. И получается так, что у реле, реле бывает негерметичное. Обязательно смотрите дата-шит. Если реле негерметичное, там обязательно об этом будет сказано. То есть разные вариации реле. Например, да, какое-то реле берем. Одна серия реле герметична абсолютно, а вторая нет. И когда вы будете смотреть, там наверняка будет какое-нибудь отверстие в реле. Оно, это отверстие делается для выхода газов. Когда реле работает, во время процесса работы реле, в нем искрообразование происходит, да. И любое искрообразование, по сути, вырабатывает газы. Постепенно давление внутри корпуса реле будет расти. И если не будет вот этого отверстия, через который газы будут, как бы, выходить, и не будет уравновешиваться давление, рано или поздно реле разорвется. То есть корпус пластикового реле разорвется. И для этого, чтобы этого не произошло, делается, как бы, отверстие. И на этапе монтажа нам это отверстие нужно закрыть пленочкой какой-нибудь. И уже окунать его, как бы, в ванную, да, с общей сборкой. Либо мы это реле берем и вытаскиваем вообще самый конец, как бы, производства. То есть плата отмывается, как обычно, сушится, да, там все, как обычно. И потом это происходит, уходит на допайку, где это реле будет допаиваться вручную. Несколько пинов. Ноу-клин припоями. Самое важное, ноу-клин припоями. Потому что больше эта плата в воду не попадет. И поэтому нам потом будет либо необходимо домывать вегон ЕФМом или каким-то другим, там, спиртом. Многие предприятия до сих пор спиртом отмывают. Для меня, конечно, это шок, но тем не менее, пусть отмывают, но тем не менее, да, нам необходимо либо отмыть ноу-клин, да, если вам эстетика не позволяет, либо не отмывать и оставить его, как есть. Этот кусочек флюса, там останется немножко его. И, ну, это будет неэстетично, и плата, в принципе, будет работать. Самое важное во всем этом, чтобы реле оставалось сухим внутри. Нужно обязательно вот этого достичь. И обращайте обязательно на это внимание, чтобы реле не попадало в отмывку. Если оно не герметичное. Вы просто его ушатаете. Вода попадет в реле, она там все замкнет, оно зацветет, заржавеет, закорродирует. И просто придет в негодность. И вы эту плату с этими реле отдадите заказчику, эта плата просто перестанет работать через какое-то время. А может быть и сразу, неизвестно. Понимаете, да? И то же самое касается трансформаторов. Многие трансформаторы не герметичны. И даже если вы, если с виду кажется, что трансформатор герметичный, вы его отправляете в мойку, да, там, с погружением, да, в воду. Отмыли все, посушили, да, там, температуру прибавили. Но вспомните, сколько намоток у трансформатора, да, сколько слоев с проложенными, да, там, пленочками. И любая, любая оставшаяся вода, влага в этих слоях, она, конечно, послужит очень плохой службой этому трансформатору. Возможно, там его параметры убегут или еще что-то, или он коротнет. И я все-таки рекомендую все эти вещи выводить на самый последний участок производства. То есть допаивать вручную все это дело. Ну, не вручную, может быть, у вас там какие-то другие приспособления есть, там, роботы, тигели, или какие-то другие устройства, при помощи которых можно все это быстро допаять. Но тем не менее, да, то есть лучше это вынести. То есть бывают такие платы, где очень много различных дип-больших компонентов. Даже вот, несмотря на реле, несмотря на трансформаторы, очень много резисторов навесных, диодов навесных. И все это нужно быстренько спаять, быстренько отмыть, чтобы плата была чистая. И после этого допаять в самом конце необходимы те вещи, которые боятся воды. Еще раз хочу вернуться к теме покупки припоев. Напомню, что на Алиэкспрессе его купить в моем случае я не смог, потому что я ничего там не нашел. То есть все, чем я пользуюсь, это как бы куплено у дилеров, у местных. Их очень много поставляются, различных брендов. И еще хочу сказать то, что несмотря на то, что в принципе они все одинаково стоят, там в районе от 1800 до 4-4,5 тысяч, в зависимости от бренда, они все-таки разные могут быть в плане того, что какой-то плохо пахнет, какой-то ужасно смачивает сплав, какой-то брызжится. У меня были такие припои, которые паяешь, и он просто брызгается во все стороны. То есть ужасный, вроде дорогой, качественный припой, но невозможно с ним работать. И вот эти моменты, их можно вычислить как бы на этапе использования. То есть вы попробовали несколько штучек, вам какой-то прям зашел, какой-то не зашел, вы определились и уже начинаете закупаться. Конечно, в домашних условиях это все достаточно проблематично. Во-первых, это дорого, да, такие испытания проводить для себя. Но тем не менее, если кому-то нужно, обращайтесь, я вам подскажу, что можно купить. И опять же, вы купите это где? Дилеры работают, как правило, только с юрлицами. Как частник, вы вряд ли сможете это купить. И одна катушка, что она? Она вам только принесет пользу, а всем остальным, но этого очень мало. Дилеры они продают коробками большими. Там по 20 катушек, по 10 катушек, понимаете, объемы какие. И поэтому есть технология пайки водосмывными флюсами. Она действительно недорогая, если вы паяете много и на производстве. Но для домашнего использования она абсолютно как бы практически неприменима. Как бы сэкономить вряд ли у вас получится, если вы паяете дома. Дома паяете обычным, но у клинфлюсами. Не парьтесь, если хотите, отмывайте. Жидкости для отмывки продаются в Vigone EFM, их полно. И проблем у вас не будет. Помните только про трансформаторы, про реле, про дисплей, про динамики, которые мыть ни в коем случае нельзя. Так как у меня сейчас есть немного свободного времени, тем из вас, кто желает обратиться, обращайтесь с монтажом, с консультациями. Я обязательно с желанием вам помогу, расскажу все, как можно организовать производство. Или помочь вам спаять ваши продукции, ваши печатные платы. Обращайтесь, мы с вами обязательно все это обсудим, обговорим. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь, поставьте палец вверх, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Посмотрите другие видео, у меня их очень много. Какие-то из них будут наверняка вам очень полезны. Обязательно посмотрите. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылки будут под видео в описании. Там я тоже выкладываю очень много полезных и интересных видео. Но они как бы в основном об оборудовании, различные интересные фотографии. Все это там. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Пока-пока.